Приветствую, друзья! Говорят, что есть люди, которые по своей природе встают на рассвете и ложатся на закате. Ну, это прекрасно. Я помню, моя мама, например, пока я спал утром, она там песню пела, когда готовила детям завтрак. Да, сейчас не знаю, поют или нет. Вот, напишите, друзья, кто поёт песни, когда просыпается. Ну, вот Лев Николаевич Толстой, говорят, писал на рассвете. Ну, это и понятно, потому что, когда человек находится между сном и бодрствованием, у него в этом нулевом состоянии отсекаются страх, комплексы, стереотипы, подражания авторитетам. И в этом нулевом состоянии человек как бы переходит в поток и там пишется, пишется, и то, что он делает, всё обрастает потоком. Добровольных помощников бесплатных, то есть сомнам, помогающих ассоциаций. Это понятно. И молятся мусульмане, например, пять раз в день и первый раз на заре. Да, интересно, правда? А потом-то, если человек не высыпается, нужно же лечь спать и выспаться. Потому что самый главный подарок природы – это высыпание. Да, если человек не высыпается, то у него возникают всякие проблемы. Как если он не занимается любимым делом. Вот невысыпание и отсутствие занятий любимым делом по какой-то причине, например, вам говорят, зачем это надо, какой имеет это смысл, ты не сможешь так зарабатывать и так далее. Вот человек, особенно подросток, слушаются всякие эти глупые советы. И самые большие террористы у нас окажутся в мире – это те, которые сами утром легко высыпаются, встают на рассвете и начинают всех учить, что надо вставать рано, надо вставать рано. И приводят примеры там про эндокринный аппарат, как он ломается, если ты не встаёшь рано. Наоборот, всё. Не надо слушать всякую глупость. Надо думать своей головой. Если по какой-то причине, например, человек перенёс детскую траву, может быть, даже родовую, а может быть, сотрясение мозга или ещё что-то, так ему больше высыпаться надо. Я рассказывал как-то анекдот, как отец говорит сыну, вставай лентяи, кто рано встаёт, тому Бог деньги даёт. Вот, говорит, сосед наш вчера рано, говорит, утро встал и кошелёк на дороге нашёл. А сын лентяи, с полусонок ему отвечает, потягиваясь, наверное, встал кто-то раньше него и потерял. Так вот, друзья, первое, что люди должны понимать, что вот те, которые, не зная этих тонкостей, этой глубины устройства человеческого мозга и психики, заставляют людей не досыпать. Они являются психотеррористами. Вот сколько я пытался в департаменте образования России замдепартамента Ларисе Евгеньевне Курнишёвой объяснять, зачем заставлять детей вставать так рано. Ведь многие из них, может быть, родились недоношенными, может быть, многие из них имеют какие-то травмы с детства, они не могут не досыпать, потому что тогда получается, что мы создаём у них неврозы и различные болезни. Надо давать людям досыпать. Она говорит, а что мы можем сделать? Ну, так у нас было по всей стране тоже. В 6 утра гудок, все должны вставать. Да, всем казалось, что этот биоритм самый главный и полезный. А сколько невротиков при этом было? А сколько потом появилась потребность в лекарствах? И как сейчас развивается фармапромышленность за счёт того, что люди, может быть, часть из них, большая часть, встают не вовремя. Поэтому в китайской медицине, например, сказано, что надо жить своей жизнью, надо здоровым образом жизни. А здоровый образ жизни это какое? Когда встаёшь, когда надо, когда ложишься, когда надо. Тебе надо, а не вообще надо. Поэтому, друзья, если люди, вот, например, встаёт рано, чтобы заниматься писанием, я книги, например, могу встать и легко писать, потому что в полу-нулевом состоянии нахожусь. А потом должен выспаться, как Толстой. А его то же самое и с молитвой. У меня друг был, который страдал высокими давлениями крови. Он очень набожный, он молился каждый день. И при этом он мне говорит, почему у меня давление прыгает. Хотя я, говорит, и в Германию ездил, он такой солидный человек и по экономическим возможностям и прочим. И по временным, потому что большой-большой начальник. Но при этом давление прыгает. Почему? А там мне, говорит, в Германии сказали, у меня всё в порядке. Исследовали. А почему прыгать? Я говорю, потому что ты не досыпаешь. А говорит, как я могу не досыпать, если я утром рано встал, на рассвете молился. Да. Как буддисты, утром тоже рано встают, там многие, и медитируют. А вы видели, вот, видео, как детей заставляют буддистов рано вставать, и они тоже, как бы, медитируют и падают всё время. Потому что засыпаете, кому нужно заснуть, то так он и упадёт, естественно. Так дело в том, что вот эти все религии, они очень хорошая вещь, конечно, только надо не по форме их только выполнять, а с пониманием. С пониманием выполнять. Вообще человек должен дружить со своей головой. А для этого нужно сравнивать, сопоставлять, смотреть не только один голос, чтобы не повторять, как попугай. Да, смотреть разные, сопоставлять. это же и есть мышление. Мышление. А что иначе есть разумный человек? Критичность, ориентированность, это признаки психического здоровья. это значит дружить со своей головой. Я очень рад, что есть люди, которые рано встают. Но не навязывайте другим людям свою психофизиологию. потому что в нашей школе «Человек будущего», «Хомофутурус», как раз таки мы учим наряду с повторением «Мать учения», вот какой главный принцип существует в школе, принципу еще подбора, путем перебора для развития творческого мышления, для того, чтобы люди осознавали, что думать своей головой это «Homo sapiens», человек разумный, именно возможно тогда, когда ты не в стрессе. А в стресс ты часто попадаешь, когда не досыпаешь и в неврозы всякие, и в болезни всякие. Поэтому лучший способ для того, чтобы чувствовать себя хорошо и быть неспособным и вообще физически здоровым, надо людям таким досыпать, а тем, кто уже болен, высыпаться. Потому что раньше, я же психиатр, я же знаю, что раньше даже свой метод такой был высыпанием. Да, друзья. И так повторюсь, что террористы, психотеррористы, это те, которые не понимают, что мы индивидуальны, и что многие из нас просто родились с психотравмами, либо за недоношенностью, либо за каких-то травм, либо папа был алкоголиком, или мама наркоманка, мало ли какие проблемы бывают, особенно после войны. Вот после Великой Отечественной войны. Сколько было потом всякого. Не дай Бог испытать то, что они там испытывают. Да, друзья. Поэтому самое главное, наша школа работает для того, чтобы сократить кризисы и войны на планете, и потребность в лекарствах. Хотя это вызывает, конечно, большое противостояние. Почему? Потому что людей надо кормить лекарствами. Вот оно в чём дело. До встречи.